Да, да, да. Окей. Так вот, есть альтернативы. Либо те вещи, которые я перечислил. Некоторые опять общие понятия, такие суммируемые, может быть, некоторые итоговые заключения по Раундширке, по празднику Сухот. Либо взять отдельную тему, очень интересную, которая, такое мистическое объяснение, очень интересно, мне очень понравилось. Как можно понять, откуда вообще проистекает вот это вот понятие Симхат Бейта Шуева, которое по-русски я бы не хотел переводить как празднество водокачки, но вообще это... Ну, почему водокачки? Возлияние воды на жертвене. Шуева, шуева у нас вообще-то, да. Да, возливание, ну даже, смотри, там же не написано, это не сох, это написано шуева, то есть вообще говоря, празднуют действительно, один из вопросов, вообще так называется. То есть это праздник качания воды, а не возливания воды. А Раундширке очень классно это описывает. Черпание. Что-что? Да, не водокачка, черпание. Наливание, возливание это не сох, а тут шуева. Шуева у нас вообще-то это... Черпание, черпание, черпание. А, черпание, ну водокачка, я и говорю водокачка. Нет, это не водокачка. Ну, хорошо, окей. Так вот, скажите, есть еще одна отдельная тема, мы ее не сможем, она очень большая, она полна цитатами из Талмуда, достаточно сложная или просто очень сложная. Совершенно улетная, я никогда вообще как бы даже не слышал про это, а именно связь между суккотом и с домом. Совершенно улетная тема. Мы не успеем это сегодня сделать. Мне кажется, это дико интересно. Я предлагаю это рассмотреть. Теперь вопрос, который я вам задаю, если вы можете, скажите, что вы хотите. Вы хотите про симхат бета-шуева, да, такая отдельный отрывок, связанный с некоторым мистическим смыслом вот этого... Называется здесь как символ единства. Символ единства, да, символ единства. Но тут он называется не бета-шуева, а не со-хаман, все-таки в излиянии воды. Да-да-да, окей, окей. Либо-либо мы пройдем по вот этим, пройти по основным статьям, которые я сказал, а именно суккот Песах, суккот Праздник народов мира. Гриша, как вы считаете? Да, Гриша, давай, ты за всех. Я за всех, но я за второй вариант. Я тоже за второй. Тимофей. А, ну хорошо, давайте. Я согласен. Вообще, может быть, я сейчас скажу какая-то страница. Вообще, может быть, что мы действительно уже несколько раз как бы слушали про Песах, и это, в общем, вещи более-менее, которые мы знаем. Давайте, нет проблем. Сейчас я вам скажу, где это. Какая-то страница, полсекунды. Это восьмое здесь написано? Может, я не права? Да-да-да-да, наверное, так. Да, восьмое. Окей, открываешь? Ну, давай, может быть, по кусочкам будем читать. Смотри, там вначале идут всякие сложные пасуки. Ну, давайте начнем. Хорошо, если будем делать, если на хам и с нами, я думаю, продеремся, потому что я, честно говоря, совсем не все из этого понял. Ну, хорошо. Что значит? Я прямо такой... Ну, Беседер, они на самом деле... Не во всех вещах я... Хорошо. Беседер, смотрите, вот... Итак, мы начинаем как бы отдельную статью, которая называется сухот. Не сух, а именно возливание воды как символ единства. Окей? Раф Шарки начинает с того, что он вообще дает некоторые... Приводит цитаты из Талмуда, которые дают некоторое... Осветить сложность вообще понятия вот этого несуохамаем, то есть возливание воды. Ну, тут есть несколько псуки из Талмуда. Сейчас попробуем их разобрать. Но, в принципе, там вся идея такая, что как бы из всего этого возникает большой знак вопроса. Как бы не очень понятно, откуда вообще взялась вот эта вот идея возливания воды. И, в числе прочего, как бы доказательство того, что кроме отдельного места, где сказано про царя Давида, мы сейчас посмотрим где, в Танахинге не написано вообще, в Туре не написано, что есть такая запредь возливания воды. И, тем не менее, вот Раф Шарки говорит, что есть такое выражение, известно, что тот, кто не видел веселья, которое сопровождало это возливание воды, тот вообще не знает, что такое веселье. То есть получается такой дискрипант, как говорили в Питере. А именно, с одной стороны, непонятно, откуда это. А с другой стороны, как бы такое дикое веселье вообще. То есть это явно как бы с чем-то связано. Окей, ну давайте, значит, чуть-чуть почитаем, посмотрим. Итак, говорит Раф Шарки, а в чем вообще смысл возливания воды? Говорит Катуфы Бомишна, это написано в Мишне Сука, в четвертой главе. Я потеряла, где у меня это было? Видишь, это у тебя было на сайте Рафа Шарки. На сайте Рафа Шарки. У тебя было на сайте Рафа Шарки. Да, почему ты куда-то ушла? Нет, нет, вот у тебя иконка. Да, 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 да. Вот у тебя, с левой стороны. Столбец с левой стороны. Ты можешь его увеличить, чтобы народ видел. Там есть, можешь сделать плюс-минус. В самом блоке. Делать побольше? В самом блоке. Или достаточно? Ну, у меня перед собой страница, а народу можешь сделать побольше, да. По-моему, так достаточно. Можешь сделать во весь экран. Посмотри, там, в начале этого блока, если ты чуть-чуть повыше поднимешься, то там есть сделать во весь экран. Так что ты можешь сделать всю эту штуку во весь экран. Ну, разве какого размера экран? Ну, у тебя экран сейчас-то занимает только часть, а так вот это будет педев занимать весь экран. Ну, неважно. Ну, ты видишь, да? Вот первое. И сказано. А тому, кто возливает, говорят ему, подними свою руку. Поскольку? Потому что один раз был случай. Да, да, да. Это царь Янай, который относился к дздуке, саддуке по-русски. И он в знак того, что они не признавали устной тары, собственно, возлияние воды это из устной тары. И из-за этого он не возлил иношенцевника, а вылил себе под ноги. Его забросал весь народ и трогами. Да, его забросали и трогами. И вот Раф Аваде Бартанура дает такой комментарий на то же место, что он поднял свою руку, не знаю, чтобы показать, что как будто он возливает воду из чаши. Да, да. Да. Почему? Потому что вот с дздуке, саддуке по-русски, они как бы не признавали того, что вообще возливание воды такая, наверное, идея. То есть он хотел как бы лакалкерить, что ли? Он хотел это сделать неправильно. Да, да, да. Они не признавали, что есть такая ситуация, есть такой день, в который возливают в сукот на жертвование. В принципе, есть возлияние, которое на жертвование. Есть отдельное возлияние, есть возлияние, сопутствующие жертвам. Возливают масло оливковое и вино. Вино, да. И специально для этого там как дайву возливают, какие там, если у них отверстия, неважно. А это тоже устная тара. Но то, что обязанность возливания этих сукот есть в таре, а в таре прямо не написано о возлиянии воды. И поэтому судукеи, которые не признавали устные тары, они хотели выразить свое несогласие с тем, что... Да, они вылили на ноги, а народ возмутился и забросали его итрогами. Ну, и есть еще рашек тому месту, что мало того, что забросали его итрогами, я не знаю, он вообще жив остался, после его нет, еще повредили рог жертвенника. У жертвенника есть рог. Вот они его как бы повредили. Но все это приводится к тому, чтобы показать нам, что это как бы все равно неоднозначная вещь. То есть непонятная для того, чтобы еще раз как бы пытаться понять, откуда вообще идет вот эта вот заповедь возлияния воды. Да? Теперь дальше. А вот пишется... Да, Рафшерки говорит. И как бы непонятно, почему вообще судукеи было так тяжело принять вот эту процедуру или там заповедь возливания воды. Ведь можно принять или считается, что возлияние воды это как бы Аллаха, то есть религиозное постановление, которое идет от Мушесиная. Да? То есть имеет как бы очень фундаментальное значение. И мы же вот видим, видим, да, что в Танахе есть описание, сейчас приводится, когда Давид Амеллах, да, царь Давид, он возливал воду, как написано. А дальше идет из книги Шмуэля, из книги Шмуэля, второго Шмуэля, Шмуэль Бет, 23 глава. Вот там описана такая ситуация. Мой вольный перевод, он такой, Давид возжелал и сказал, а кто напоит меня водой из колодца Бетлехамского, ну, который там у ворот. И вот трое мужчин, не знаю, наверное, пробили, пробили. Это его воинов, Давидов, которые... Да, ну, и вакуумы. Это есть, как вы понимаете, киберой Давидов. Да, у него есть был такой Саерет, ну, как сказать, это... Спецнадз. Спецнадз. Спецнадз такой, да. Спецнадз. Спецнадз. Они выполнили они выполнили то, что он просил, они пробили, сделали воду, да, из этого колодца, который вот рядом с Бетлехамом и доставили оттуда и принесли к Давиду. А вот дальше то, что важно для нас. Он не пожелал. Вот если кто-то видит Ава, Ава, это один из синонимов такой Танахическое современное, вы видите, по-моему, такого нету. От слова Роце. Есть Роце, а есть Ава. Оно написано Вело Ава. То есть он не желал, не желал пить эту воду. И он их вылил. Дальше продает Равши. Нет, он ее возлил. Возлил, слегка, слегка. Он ее возлил, не вылил, а именно возлил. Почему? Потому что они, рискуя жизнью, принесли. Вообще, странная такая история. Он их послал, если это было опасно. Там филистимляне сидят. Зачем посылал с водой? В другом месте невозможно было взять. А когда они, рискуя жизнью, ее принесли, он сказал, вау, это такая вода, которая невозможно пить ее. И он ее возлил Всевышнему. Само в себе какое-то очень символическое такое действие. Да. Окей. И Равшарки задает вопрос. Вот мы увидим, что уже царь Давид, он возливал воду. И об этом напрямую сказано в том куске, который мы прочитали. Но, тем не менее, говорит, вообще имеет смысл как бы все-таки задаться и понять трудность рассматриваемого вопроса. Почему все-таки Тара сама, она нигде напрямую не говорит о заповеди возливания воды. И надо, и приходится выучивать о том, что есть такая заповедь, вот из некоторых как бы из некоторых намеков. И это то, что говорится в Гемаре. Честно говоря, я эту Гемару вообще не понял. Ну вот, может быть, с помощью Нехама мы посмотрим. Раби Иуда, сына Батира, он говорил... Тера. Тера, да, слеха. Он говорит, вообще говорится про два низхээээм, про два возлияния. Это я не очень... понимая, большейши. Я не понял. Это... Слушай, где там... Танитбет? Да. Знаю что, может быть, не будем врубаться сюда, потому что даже идея этих пусуков, как бы, понимая... в одном стихе сказано низхэээм, то есть их возлияние, а в другом стихе сказано и... Их или ее, к чему относятся возлияния, к жертве или к людям, которые... И потом сказано еще в стихе, я думаю, в следующем, по закону их, по межпатам. Окей, ну хорошо. В общем, смотрите. Если мы соединим эти все последние буквы, то получится намек там, что есть намек на воду. Ну, в общем, такой вот друж такой суровый. И это вот для нас намек на то, что надо возливать воду. То есть, если мы вообразим, что вообще методика наших мудрецов, в смысле толкования стихов, она, в принципе, такая вот. Вот такая вот, что они иногда очень извилистые, замысловатое толкование. То тут оно особенно замысловатое такое. Мы берем разные языки, где говорится Анасахим, по-разному говорится, и там объединяем какие-то буквы с каждого слова. Получается, вот то, что мы хотели, получилась вода. Но это очень замысловато так. В общем, как консервную банку, когда там какая-то тайна находится, а мы ее открываем. И мы видим, что здесь вот основная проблематика, она в том, что, с одной стороны... Да, но вот Рахфер Рашек как бы заключает и говорит. И мы видим, что Тара сама, она совершенно однозначно говорит подробно о возлиянии масла и вина. Но почему не говорится о возлиянии воды? И как бы вывод Рава Шерки, он такой, интересный. И он сейчас будет его развивать. Вывод такой, что если не говорится напрямую, то это не означает, что это вещь малозначная. А наоборот, это я от себя добавил. А Рав Шерки говорит, представляется, что Несуа Хамаем, что возлияние воды намекает иносказательно на соображение гораздо большего плана, масштаба, какие-то масштабные, про которые невозможно написать просто подробно в качестве инструкции. В качестве инструкции я от себя добавил. Вот это такая преамбула, которая говорит Рав Шерки. А вот сейчас... Он не говорит, почему. Он не говорит, что про инструкцию. Он просто говорит, что невозможно написать его прямо. Почему невозможно прямо? Наверное, он дальше расскажет нам. То есть это такие тайные, это какие-то специфические вещи, наверное. Да? Вообще говоря, и более глубокие вещи пишутся прямо, но, видимо, здесь есть что-то особенное. Пока непонятно, что. Окей. Я только прошу прощения. А это тот же корень, что Несих, Несуха, Коронация? Или это другое? Это те же буквы, да. Да, но я думаю, что это разные значения, несвязанные. Ну, может быть, это возливание. Я не уверена. Можно потом посмотреть. Да, но корень похожий, он такой же. Действительно, Несиха пишется так же. Несиха пишется так же. Окей. Могут быть несвязанные, похожие одинаковые корни, при этом несвязанные. Бывают же разные совершенно значения, которые пришли из разных мест, там, не знаю, от разных идей. Пишется так, ты прав, пишется так же, но смысл неоднозначен, что он связан одно с другим. Окей? Да, надо проверить, если, в принципе, мы же тут не лингвисты, поэтому у нас есть поэтому. Окей, а теперь давайте посмотрим самое интересное, как Рафшерке будет нам представлять вот эти некоторые большие грандиозные соображения, которые приведут или дадут нам, во всяком случае, возможность понять, а что ж такого особенного было в изливании воды и в этом совершенно феноменальном празднестве и ликовании, которое бемфураж, то есть подробно или явно, все на нем не написано в Торе. И вот он с чего начинает, вообще начинает с самого-самого-самого начала. Говорит, воды, я именно говорю во множественном числе, да, по-русски есть, ну, по-видимому, вода и воды, а на иврите есть только множественное число, называется майм. То есть нельзя сказать, вода в единственном числе, майм всегда во множественном числе. Это сейчас тоже будет обыгрываться, да. Итак, воды были упомянуты в самый первый раз, да, в Торе, в книге Брешит, в первой главе, во втором стихе. То есть вообще второй стих, второй стих Торы, который говорит, а земля была, как там, хаотичная и бесплодная. Удивительная и хаотичная, да. Ну да, это Това Вавол, Това Вавол, это что-то типа хаоса, да. И Хоших, тьма альпнетеом, и тьма над бездной, то есть, как бы, ну, тут какие-то общие вещи, которые, чтобы понять невозможно, он по-русски так переводится над бездной, и Дух Божий, витал, а вот то, что нам очень важно, говорится альпнеомаем, то есть над поверхностью воды, вот так переводится по-русски, да. Теперь дальше, вот смотрите, вот сейчас начинается, как бы, первый виток или первая спираль умозаключения Равершерки. Он говорит, смотрите, как интересно, он говорит, что можно себе представить, что слово маим, а вы представляете, что такое маим, да. На иврите маим, маим, пишется, состоит из трех букв, то есть мем, ют и еще раз мем. Так вот он говорит, что маим по форме, это представляет собой множественное число слова ма, вау. И Анна, брат, никогда не думал. Значит, есть такое слово ма, которое стоит из мем и эй. Ма, ма на иврите, это слово что это, то есть это маза, вот называется ма. То есть это некоторое фундаментальное слово. Человек, когда ему что-то непонятно, он говорит ма. Это вот, это, 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 не знаю, это самый первичный лексикон. Начинает ребенка и кончает так дальше. Что, когда непонятно, говоришь ма. А теперь дальше. Надо сказать, что это еще в кабале некоторые важные термины. Не будем сейчас в это вдаваться. Просто иметь так вот у себя где-то. Окей. А у нас получается, что от этого фундаментального значения, что или что это, оно еще стоит во множественном роде. Представляете? А, стихо, во множественном числе. Ничего себе. Продолжай дальше. То есть, есть некоторое основание, то есть есть некоторая фундаментальная основа, да, которая объединяет все. Все. Все сущие, как можете сказать, которое называется маем. И вот этот вывод был из чего? Это слово ма. То есть, ма это что? Или, как я понимаю, Рава Шерки, да? Это все объекты, которые существуют. То есть, это некоторое общее определение. Да. Всех-всех объектов. И плюс еще во множественном числе. То есть, это вообще некоторые, это некоторая универсальная материя. Ну, так бы я, например, сказал. Рав Шерки не пишет. Но он говорит маркиф у мэахэ. Маркиф – это который составляет, объединяет все. Все имеется в виду, все сущее, все материальное. И он называется вода. Вот дальше пишет. Да. Но дальше, смотрите, какая штука. Но в нашем мире воды разделились. Всевышний он разделил между водами небесными, называется раке, да, на воды, которые связаны с морями, с океанами. То есть, водами, которые внизу. И зачем это было сделано? А это было сделано для того, чтобы наш мир смог существовать. Почему? Потому что действительно есть необходимость сломать, я думаю, весь в виду, в смысле сломать вот это единство. Или нарушить это единство. И создать иерархию. Что значит иерархия? Иерархия – есть воды наверху, есть воды внизу. Вот вам иерархия. И дерук. Что значит дерук? Ну дерук, конечно, это типа иерархия. Это типа дерук – это вообще рейтинг в современном языке. Но типа того, что есть первое, второе, третье, четвертое, есть верхнее, нижнее и так дальше. Есть верхнее, есть нижнее. И вот это позволяет существованию материального мира. Почему? Потому что если бы мы видели или осуществляли во всей полноте вот это вот единство, единство вот, либо вообще в целом как бы единство без разделения, без границы, то мы не могли бы существовать. Кстати, какая потрясающая штука. Я, например, когда прочитал, я чуть не упал на самом деле. Вообще, по-моему, очень интересная вещь. Ну как бы это совершенно, да, совершенно верно. Это очень глубокая мысль, но она понятна, что вся первая глава построена на том, что на умножении. То есть начинается с воды, а в том, что множится и множится и множится. То есть оказывается, что в нашем мире вместо того, чтобы как бы одним из средств достижения этого единства, наоборот, является умножение всего. Как бы есть какой-то парадокс в первой главе. Ну а вода это начинает. В нашем мире должно быть различие, иерархия, ступенчатость и так далее. Ты хочешь меня дальше читал или будешь читать? Или нам до следующей главки кинете? Я не знаю. Еще чуть-чуть, если можно, еще чуть-чуть. Давай, давай, как тебе удобно? Да, да, да. Вот твои как бы комментарии, объяснение. Извини, пожалуйста, можно еще раз про не могли бы существовать вот эту фразу? Повтори, пожалуйста. Смотри, это будет дальше объясняться. Я тебе скажу просто вот подстрочник, что говорит Рафширке. Его последняя фраза вот в этом абзаце про множественность, да, и про объединение. Он говорит, что из-за того, что если бы мы видели вот это единство первоначальное, то мы бы не смогли существовать. Вот это подстрочный перевод последней фразы от этого небольшого абзаца Рафширки. Это один из аспектов того, что у мира есть свобода воли. Если все остается в первоначальном единстве, то для мира просто нет места для его собственного существования. Поэтому на самом деле творение, оно идет другим путем к осознанию единства. Во многих, особенно сефарды, они говорят, когда делают заповеди, они говорят ради там единства Всевышнего и его шхины и так далее. То есть цель устанавливать даже когда простые заповеди выполняют, что все, что делается нами, мы стремимся к единству, достижению этого единства. Но мы приходим к нему другим путем. Вот оно было разбито изначально, а потом должны через множество к нему прийти. Но если его не разбить изначально, то нет места для мира. Ну как бы вот… Давайте посмотрим. Спасибо. Да, Гриша, давайте. Это то, что Гриша на первом уровне, как кажется мне на первом уровне, а потом прочтем как Рафширки. Нет проблем. Нет проблем. Теперь дальше пишет Рафширки. Проблема, возникающая из-за вот этого разделения, разделения в смысле создания той самой иерархии, вот этого рейтинга, этой вертикали. Проблема, которая возникает из-за вот этого разделения в том, что это разделение причиняет много огорчений. Ну, я думаю, это огорчение в смысле… Страдания. Страдания, да. Наверное, страдания, да. То есть вот антоним радости. Страдания, да. Не огорчения, а именно страдания. Почему? Потому что вот это вот разделение, оно создает границы. И начинается как бы напряженка, борьба, да, борьба между различными ценами. То есть понятно, когда все есть единое, то это единство подразумевает, что внутри этого единства нет борьбы между составляющими. А когда, как только начинается разделение, вот начинаются верхние, нижние, верхние воды, нижние воды. Уже более-менее понятно, да, сейчас в каком направлении будет идти рапширки. Теперь дальше. Да, более того, смотрите, как потрясающий пример. Когда Адам, в смысле человек или человечество, ну, как бы огорчило Всевышнего, я думаю, так. А нет, когда человечество испортилось. Сейчас речь идет про поколение потопа. То Всевышний, смотрите, соединил воды, ракеи верхние и воды, которые нижние. Да, знаете, как бы мобуль, каким образом созвался? Открылись проруби или там, я не знаю, проруби, наверное, небесные. Нет. Хляги, как угодно. Трубы, трубы. Это Арубота Шамаем. Трубы. Арубота Шамаем, да. Это труба. Разверлись небеса, или в нашем, как мы сейчас можем рассматривать, да, по нашей тезе, верхние воды, они соединились с нижними водами, да, и таким образом мир был разрушен. И тут, как бы, из этого можно сделать такой вывод, что когда вот это вот, то есть подтверждение тезису Рава Шерке о том, что без разделения мир не может существовать. Потому что в случае потопа, когда это разделение было снято, то мир был потоплен. И каким образом мир перестал существовать? Почему? Потому что Всевышний не позволил вот этому разделению продолжать существовать и таким образом давать существование как бы миру. Дальше идет такая тема. Рав Шерке говорит, вода является основой пантеизма. Пантеизм, ну, как бы более-менее понятно, да, пантеизм, я думаю, Рав Шерке имеет в виду пантеизм так, как я или мы его понимаем. А именно, это некоторая философская концепция о том, что божественность, она представлена, не знаю, либо исключительно, либо больше всего в природе. А именно, если вы смотрите на природу и на все ее проявления, вот в этом и заключается как бы божественность. Правильно? Это вот как бы пантеизм. Во всем, что есть в природе, во всем есть божественность. То есть, пантеизм, как он объясняет, это подход, по которому как бы божественность находится в каждом месте. Даже если мы это не видим и об этом не можем ощутить. Вот, очутить правильно, вылетел из головы. Когда Всевышний разделил между водами, они попытались объединиться. Да, есть такой мидраж, правильно? Они попытались объединиться, то есть им это не понравилось, такое разделение. До того, как Всевышнему, я говорю, пришлось на них прикрикнуть, да, и как бы их пио там. То есть, грубо говоря, сделать им фриз, чтобы они застыли все на своих местах, чтобы они прекратили движение к этому объединению. Это тоже очень, как бы такая, ну не знаю, красивая, интересная штука. То есть, из этого мы видим, что у вод, у них в каком-то смысле есть богобоязненность. Да. Сейчас, все, слегка. Итак, да, и Рафшерки говорит, вот эта вот ситуация разделения, то, что мы видим в практике, он не, эта ситуация ненормальная, но, как бы, желание Всевышнего, оно преобладает над естественным желанием, я говорю, в скопах, вот-вот соединиться. И поэтому, поэтому в нашем мире существует разделение. Я думаю, здесь разделение с большой буквы, то есть имеется в виду не только разделение вот, про которое мы сейчас говорим, да, а речь идет о разделении, как бы вообще по большому, что наш мир, он не объединен, он весь составлен из границ, из иерархи, из системы и, соответственно, с борьбой между ними. И результатом этого является то, очень красиво пишет, что в нашем мире есть ностальгия по этому единству. То есть я так понимаю, что во всем сотворенном, в том числе в человеке, есть некоторое внутреннее embedded такое чувство, да, imprinting, о том, что он стремится к единению. Потому что это единение, это выражает какую-то начальную правильность, да, то есть даже как воды стремились соединиться. Вот это для нас сейчас очень важно, что есть в этом мире ностальгия по вот этому первоначальному единению. И дальше вот напрямую говорится, в возлиянии вод или воды, да, что мы делаем? Мы по существу соединяем между водами высшими и водами низшими. То есть дальше объяснять, как это физически было. Мы выливаем воды шилоха, да, а шилоха это был, это источник, да, вот рядом со старым городом в Иерусалиме. Есть источник, называется шилох. Так вот там воды, это воды, которые представляют собой воды дождевые, то есть воды сверху. Или как бы по нашей концепции это воды, которые от раки. И вот эти воды, воды, их выливали в дырку, скажем, а в отверстие, которое называлось шитин, да, которое находилось в жертвеннике. И таким образом эти воды верхние, такие дождевая вода, она смешивалась с водами, как они называются по-русски, не грунтовые, а я влетел из головы. Это воды, воды, которые находятся на фундаментальных, на скальных породах, да. То есть это воды, не грунтовые. Аквипер называется. Как они называются? Аквипер? Я забыл, на самом деле я это учил в университете. Аквипер есть такое понятие. Я не знаю, ты имеешь в виду. Мэйтеон тоже называется. То есть это не грунтовые воды. Это аквипер. Это не воды, которые от дождевых вод, а это воды, которые постоянно находятся под глубиной. Ну да, я тебе говорю, это называется аквипер. Ну хорошо, если народ понял, то хорошо. И вот таким образом мы видим, да, что вот как бы объяснение уже есть одно из пониманий, откуда симхат бейташиева. Откуда вообще вот эта вот идея соединения одних вод с другими. И какой в этом большой смысл. Теперь дальше. Мудрецы сказали. А, дальше такая красивая история. Мудрецы сказали, что вот эти воды, которые внутри земли, да, они хотели подняться наверх. Как это описано в Медраше про Давида Меллаха, да, который должен был положить специальную записку, на которой было написано имя Всевышнего, Шем Ашем. И это совет, который ему дал его советник Ахитофель, да, почему? Потому что нижние воды, они хотели подняться и соединиться с высшими водами. И только имя Всевышнего, которое было написано на этой бумажке, да, то есть как бы как будто желание Всевышнего, оно их остановило. И таким образом мир был спасен, чтобы не соединились воды и не было снова как бы мобули. Ну, это как бы приводится в такой медраж про Давида Меллаха. Теперь дальше продолжаем. В возлиянии вод или воды мы выражаем наше желание, связанное с объединением, связанное с объединением, которое является как бы основой или тайной всего существующего. То есть вот это вот стремление к объединению, это некоторая тайная основа всего-всего существующего. Написано в Беситре Амцию, так, наверное, да. Говорит дальше Раф Шерке. Дополнительный вопрос, который связан с возливанием вод, он связан с тем весельем или тем ликованием, которое сопровождало вот это черпание вод. Хотя казалось бы, казалось бы, что вот это черпание вод, которое я назвал водокачкой, но это нехорошее слово, это является чисто, ну, как бы инструментом. То есть для того, чтобы возливать воду, ее надо начерпать. И почему надо так сильно ликовать при, вот, казалось бы, чисто техническом, чисто технической процедуре? Мы сейчас попытаемся найти ответ на этот вопрос. Еще кусочек маленький прочту, потом, если можно, нахаму. Дальше идет тоже очень интересное объяснение. Смотрите за логикой. А именно, разделение между средством и целью не является как бы изначально правильной или изначально заложенной, а является как бы результатом греха земли. Да, результатом греха земли. То есть то, что у нас есть различие между средством и целью, это не какое-то вот изначальное свойство этого мира. А это, как объясняет Рафшерке, это то, что появилось в результате греха земли. Дальше Рафшерке отсылает нас в книге Брешит и книге Рава Кука. И Брешит? Что-что? В которой объясняется, что из-за греха, греха земли, у нас есть ситуация, при которой вкус дерева не соответствует вкусу плода. То есть получается, что... А, да, пишет продолжать дальше. То есть с точки зрения... Объясните, почему? Почему? Откуда это берется? Решите. Да, потому что там в одном стихе, когда повелевает, обычно говорит, пускай саза земля плодовые деревья, делающие плоды, а когда говорится о реализации, сказано, саза земля деревья, делающие плоды, а сами деревья не были плодовые. Да. Окей. То есть получается, что у нас есть такой зазор. Ты у меня пропадаешь, но это, может быть, у меня здесь интернет в суке не очень хороший. Не знаю. Окей. То есть изначально идея была такая, что вкус дерева должен был быть такой же, как вкус плода. То есть, грубо говоря, мы должны есть дерево, то есть, знаешь, как мы есть и едим плод. А сейчас получается ситуация, я сейчас от себя говорю, а это получается такая ситуация, что на самом деле дерево, оно получается как бы только инструментарием. Для чего? Для того, чтобы на нем появились плоды, которые мы едим. Это как бы неправильно. Оно само по себе не ценно. Да. Оно не ценно, да. Получается зазор. Продолжая дальше, Раф Шеркин. В принципе, на самом деле и средства, и цели должны быть равноценны. И то, и другое важные цены. Но мы в реальном мире действительно наблюдаем то, что человек разделяет между средствами и целью. Средства не важны. Используют кожевые средства, хорошие, не совершают при этом преступления. Но, тем не менее, мне нужно было там получить докторскую степень, и я там навалял какую-то диссертацию. А сама диссертация не так уж и важна. К примеру, это, так сказать, один, может быть, грубый пример. Но вы каждый можете себе много примеров найти, что действительно очень часто бывает не важно. Я хочу, чтобы у меня получился репрог, печень, торжи, крем и все дела. Не все это любят настолько же, насколько есть пироги. А идея была такая, что все ценно. Не менее ценно и процесс. Окей, теперь дальше. Вот в черпании воды мы выражаем наше желание вернуться к той радости, которая связана с изначальной нормальностью жизни. В чем она выражается? В том, что нет разницы разделения между средством и целью. И поэтому сказали хазаль, мудрецы, что тот, кто не видел ликование, возлияние, это называется симхат бета шоева. То есть тот, кто не видел того ликования и гармонии, которая напоминает нам о изначальном, первоначальном единстве. он вообще никогда не видел веселье в своей жизни. То есть он вообще не понимает, что такое веселье. Ну вот такое интересное объяснение. Да? Ты хочешь продолжить дальше? Ну, если ты хочешь, я продолжу. Мне кажется, очень здорово, уже до сих пор очень важная идея. И надо ее переварить, так сказать. Если у кого-то есть вопросы или соображения, нужно остановиться и выслушать. Сто процентов. Народ, вопросы, соображения? Ну, соображения только одно, что... То есть нет, не только одно, их как раз очень много. Так, если бы в том мире, где нет разделения, мы не могли существовать, а мы к такому состоянию стремимся, ностальгически, то что же у нас получается? Ностальгия по небытию, по смерти? Хорошая штука. Не знаю, что сказать. Возможно, нет. Потому что это не было состояние смерти. Состояние еще до рождения нельзя его назвать смертью. Если уже сказать параллель. Было некоторое, ну, если на языке кабалы говорить, бесконечность, инсов. После этого процесс освобождения места для мира, и процесс, который происходит с водой, это то же самое. Это внутри уже самого мира, возможно, это не... Но он параллелен тому, что происходит с Слинцов. Должно быть... Однородно все, нет никаких различий. Движение невозможно. Движение возможно только, когда есть какое-то напряжение. И это как бы два компонента, которые есть в реальности. С одной стороны, без движения невозможно. И когда-то есть полное слияние, исчезает движение, да? То есть воды как бы, когда сливаются, все. Они уже дальше... Ну, скажем, сообщающий сосуд мы открыли, дверцы, они установились там на высоте. И происходит только в тот момент, что мы открываем дверцы. Но, по крайней мере, мы при этом теряем индивидуальность. Да, и поскольку все сливается в одно... Правда, да. Но, тем не менее, это же именно то, что с одной стороны есть различие, и оно необходимо. А с другой стороны, именно различие. И вот это стремление к единству, оно создает движение. Это звучит парадоксально? Да. Но оно так же представляется в том, что... Поэтому, на самом деле, нельзя ни в коем случае идеализировать иерархию. Без иерархии наш мир существовать не может. Но вообще, в идеале не должно быть... Ну, мы не знаем, каков, в принципе, идеал. Это не случайно мир нам идет таким длинным путем из множественности постижения единства. А не то единство, которое было прежде. То есть, есть какой-то... Ожидается, я думаю, в будущем мире единство другого уровня. Но тем не менее, она всегда внутри нас есть. Да. Ладно, так давай я прочту. Это следующий кусок, да? Да, да. Тут вот небольшой кусочек, который, на самом деле, вот про Симхат Бейт Шойва, он как раз его заканчивает. Да-да, пожалуйста. Там, где пасух начинается, в ее мурашивание, в ее мурашивание... Еще один стих. Берешит Алис. Девятый стих. Сказал, Господь соберутся воды под небесами в одно место. И покажется, суши стало так. Смысл буквы «мэм» — это «маквор», то есть источник. И смысл букв «мэм» — это умножение. А именно в слове «мэм», то есть «мэм юдмэм» — есть соединение между источником... И множественным. ...единным чем-то. И множественным... И нужно соединить вместе... ...облизительно то, что это своим грубым языком сказать, а Равшерки, как всегда, формулирует очень кратко и емко. Соберутся воды. Сказано в стихе. Когда мы добавляем слово «мэм» — «кав». Соберутся... Мне кажется, это важно. Соберутся... Соберутся — это «икаву». В роте написано «икаву». «икаву» — от слова «кав». То есть как бы вытянуться в одну линию. Я тоже не могу сказать. Может быть, это родственные слова действительно. «Миквэмайн», например. Это место, где... Как это называется? Несосуды. Ладно. Вместилище в воду. Вместилище в воду. Что-то такое. Бассейн. Может быть, это... Ну, так или нет, связано это с точки зрения лингвистики. Буквы похожи, и они... И как бы между ними есть ассоциативная связь. И потом, когда говорится о том, что они соберутся, намекается то, что возникает средняя... То есть у нас есть две тенденции. Это я от себя уже говорю. Одна тенденция — единое, единство. Вторая тенденция — это множественность. И между ними проходит какая-то средняя линия. И получается слово «маком», то есть место, которое состоит как бы из двух слов. Слово «кав» и слово «майн». Оно как бы состоит из слова «кав» в середине, которое объединяет букву «мэм», которая символизирует единство или источник. И вторая «мэм» от слова «майм», которая символизирует множественность. Ну, не «майм», а просто множественное число. Это в каком-то смысле ответ на то, что Гриша спрашивал, мне кажется. Да-да-да, но то есть... Да, с помощью как бы такой лингвистики метафизической, но это ответ на то, что как бы Гриша спрашивал. А именно попытка нахождения такого соединения между общим универсальным с одной стороны, а с другой стороны междуразделенным. Ну вот, пожалуйста, Рафшир как бы привел такой красивый... Вот это вот и дальше идет. Я плохо понимаю, если ты поймешь лучше, может быть. Несмотря на то разделение, которое состоялось между Ракией и происходящее... И произошло изначального единства, и множество, несмотря на это, в этом и относятся к одному месту. Это вот процесс, то, что воды собираются в одном месте, он символизирует вторую сторону, среднюю линию. У нас есть разделение изначальное, изначальное единство, потом есть разделение между верхними и нижними водами, а вот символизирует то, что есть между ними средняя линия, если я правильно поняла. Да-да, ну, что-то типа этого, да. Ну, потому что как бы Майм – это множественность, а КАВ – КАВ – это некоторые единственные вытянулись в одном месте. Кроме того, они собираются с помощью... Нет, КАВ – это средняя, да, и с помощью этой средней линии оно соединяет множественность, единство и получается с Маком. Да. Праздник Сукот – это праздник. Сейчас, секундочку, это такая звездочка. Здесь, смотрите, я думаю, что, насколько я помню, вот все рассуждения, связанные с Симхат Бейт Шуева, то есть с объяснением того ликования, которое было с черпанием, вот, в храме, это на самом деле кончается. А сейчас Раф Ширкин начинает некоторую более-менее новую тему. Праздник Сукот, более чем все остальные праздники, он выражает некоторое стремление к единству с природой, который вообще в иудаизме, иудаизм всегда его боялся, потому что тысячелетиями природа была связана... Это не очень длинная, это как бы одна талонка. Как хотите. Вам еще целый слева абзац, ну, пожалуйста. Ну, как скажете, ребят. У меня тут есть уроки, я пойду. Да. Вопрос к публике. Вы хотите, чтобы мы на этом как бы остановились и с Божьей помощью продолжим в следующий раз? Либо вы хотите, чтобы мы еще где-то порядка получаса посмотрели? Вот еще один вопрос, а именно связь Сукота с природой. Народ. Я бы переварил то, что уже разобрали. Ну, давай. Переварил. Мне тоже кажется, мне кажется, что это правильно. Вот. Вообще, еще раз, мне очень нравится вот эта подборка этих таких небольших, если так можно сказать, статей Равошерки. Мне кажется, это очень интересно. Я их называю моделью, совершенно не принижая, но тем не менее, они как бы раскрывают, в общем, концепции, которые зачастую, в общем, совершенно не приходят в голову. И, не знаю, мне кажется, может быть, даже после окончания праздника Сукот имеет смысл, тем не менее, смотреть. Там вот есть потрясающее, я упоминал ее, довольно длительное рассуждение, совершенно умопомрачительное между связью и Сукотой с домом, который мне просто никогда в голову не приходило. То есть дом представляется в качестве, теоретически должно было быть некоторое уникальное место, чуть ли не вообще райский сад на самом деле, а превратилось вот в то, что мы называем Сдом. И как это связано вообще с Сукотом, ну, вот, может быть, сумеем посмотреть в следующие разы. Окей? Звучит интрибующий. Да, потрясающе, знаете, просто потрясающе, просто потрясающе. Там как раз будет много места для участия Нехамов, потому что там очень много выражений Сталмуда. Я понял, в общем, совершенно не большую часть, но тем не менее, был самым поражен, вообще говоря, ходом мысли. Окей? Ну, хорошо, господа, давайте на это закончим. Я тебе могу прислать Штензальца. Окей. Да. Окей. Окей, замечательно. Смотрите, я начал с этого наше занятие, может, просто я не включил запись, сразу хочу как бы этим закончить. Сказать, что, как вы знаете, сегодня вечером, ночью, вот, начинаются такие учения, которые традиционно занимают, как бы, большую часть ночи и постепенно переходят вот в то, что называется ушанараб. Мы в каком-то смысле, вот, мы начали даль-даль толчок этим учениям, вот, как бы, минимально прозанимавшись сами. Это наш пролог к этим вот ночным учениям, которые делают в ночи ушанарабы. Так что я вас всех, как бы, поздравляю. Поздравляю. Муадим Ла Симха. Ну, и мы идем вперед с самого главного праздника, как говорит Рава Шерке, а именно восьмого дня это Симха Тора. Окей. Ой, а можно попросить маленькую просьбу? Мы здесь все свои. Мы все свои, абсолютно. А, запись еще идет, все, тогда не надо. Я могу выключить запись, нет проблем, секунду. Да, мы на этом закончили наш урок, а те, кто хотят слушать личные записи, пожелания и прочее, просьба их самих участвовать в уроках, тогда они будут слушать. Но не закрывай тогда. Да-да-да, запись на этом заканчивается, запись закончена. Сейчас.